Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Так забавно, Коля, Самвел, ну особенно Коля, плюнули на свои каналы, даже не хотят себе морочить голову этой съемкой, хотя есть подходящий контент, который на их каналах явно будет смотрибельным. А вот Игорь, который много раз уверял свою аудиторию, что он никакой выгоды от Самвела не имеет, и от Коли тоже. Он просто хочет общаться с этими людьми, он просто хочет с ними дружить, поэтому не пишите всякие глупости по поводу того, что он с ними сблизился для того, чтобы раскрутить свой канал. Да нет, ну нет, нет и еще раз нет. Канал, да, есть у него канал, но это просто так. Как игрушка. Но он так активно все снимает, буквально вот все, все, что можно, он обязательно это запечатлит и покажет на своем канале. Причем снимает он очень подробные ролики, они у него прям такие серьезные, на полчаса. И складывается впечатление, будто канал ему нужен для того, чтобы прожить за его счет. Ну, прям такое, знаете, первозданное рвение к этому всему. Ну, хорошо, что снял, по крайней мере, мы посмотрели день рождения Артема, как это все у них там происходило. В начале ролика практически он снял все то же самое, что мы видели на канале и у Самвелла. Они пошли, естественно, покупать цветы. Коля, опять-таки, был этот момент, когда он подарил Карине цветы, и Игорь начал бухтеть. Неприлично идти на день рождения со своим букетом. Такая странная логика. Они идут в гости к людям, которых, ну, как сказала Карина, когда поздравляла Артема, мы, конечно, еще не такие уж прям с вами близкие, хорошие друзья, но все-таки они же, ну, они их неплохо-таки знают. Они очень часто их видели в роликах у Самвелла. Ну, ладно, можно допустить, там, Артем, да, их не видел. Хотя, как не видел, и Игорь с женой мелькали не так уж и мало. А плюс еще они же приезжали к ним в гости. Они провели, ну, на мой взгляд, достаточно много времени. И у Коли на квартире они встречались, Артем со Светой даже останавливались у Игоря. Так что, почему бы и нет. Я бы так сказала, что они пошли в гости к людям, которых хорошо знают. А вообще надо начинать с того, что для Игоря, как для мужа, самым главным должно быть хорошее настроение его женщины. Удобно или неудобно, ну, какая разница в самом деле, если его жена буквально светится от того, что ей подарили красивый букет. Ну и что? Она что, должна была от этих цветов отказаться? Сказать Коле, нет, я не возьму. Ну, куда я сейчас с твоими цветами? Спасибо, конечно, но я не буду врать. Не надо мне их покупать и дарить не надо. Пусть они тут остаются. Мы же на день рождения идем. Что я буду с ними делать? Или она должна была проявить неуважение и оставить цветы в машине? Тогда Коле, который подарил этот букет, стало бы неприятно. Впрочем, оно так и произошло. Ничего страшного, если Карина будет с букетом цветов. Что в этом такого? Вообще, я не знала, что Игорь такой зашоренный. Мало того, что он сам начал загоняться буквально по какой-то ерунде, он еще и жену старается засунуть в неудобные для нее рамки. Проще надо быть, проще. Он больше думает о чужих людях, что они подумают. Как они расценят этот ее букет? Как они на нее посмотрят? Да там ни до кого не было дела. Они пришли к у кого-то, что в руках. Никому не было дела абсолютно. Он должен думать больше о своей жене, чтобы ей было комфортно, удобно, приятно. Только об этом. Если на каждого оборачиваться, тогда же и жить некогда будет. К тому же, Игорь к своим годам должен понимать, как ни старайся, всем не угодишь. Лучше бы купил букет в свете Артема, чтобы не только у его жены были цветы. Уравнял бы этих двух женщин, и обе были бы в прекрасном расположении духа. Но нет. Приехали к ресторану и начали нудить. Уже не только Игорь, но и Самвел. Ну и что? Вынудили Карину оставить букет. В общем, надавили массой на нее. «Оставь, оставь, не бери с собой, брось в машине!» А Коля хотел, чтобы она взяла букет с собой. Понятно, ему было неприятно. У него сразу лицо изменилось, что его там цветы где-то будут брошены. Он говорит, поставить там вазу в этом ресторане. Действительно, вообще, ну никаких проблем. На ровном месте создали проблему. Вот я, по крайней мере, вижу эту ситуацию так. Когда они выходили из цветочного магазина, сам Вэл прется первый. За ним семенит Карина. Ну хорошо, хоть двери придержала. То мог бы, знаете, отпустить. Он как отлетела бы. Потом сказал бы, ой, там ты шла, что ли? А я даже и не заметил. Ну и на том спасибо, что дверь попридержал. Муж, кстати, тоже не побил рекорда по внимательности. Приехали в ресторан. Там Карина стояла, стояла, крутилась, крутилась. Вынуждена была обратиться к мужу с вопросом. Ты будешь помогать мне снимать пальто? Или не будешь? Или мне самой это делать? В общем, как-то вот такая ситуация там складывается. Шатаются по магазинам, выбирают не спеша, не дыша. Знаете, в развалочку эти цветочки. А опаздывают уже на добрых полчаса. Они все, знаете, цветы выбирают, видео снимают. Нельзя было как-то подсуетиться и выехать пораньше, если они знали, что надо туда заехать. И еще плюс они хотят снять какой-то материал для своего канала. Это же тоже занимает время. Если бы они были без камеры, это все произошло бы гораздо быстрее. Они бы спокойно зашли в этот магазин, выбрали бы подходящий букет и ушли. Но им же надо было снимать, поэтому они там долго и упорно крутились. Ну, чтобы хоть что-то можно было там запечатлеть. Раньше выходить надо было. Они там причесочки друг к другу делали, там долго крутились в номере у Игоря и Карины. Потом поехали за этими цветами, а люди ждут. Артему со Светой надо было сделать так, как мы однажды поехали на свадьбу. Мы приехали вовремя. Потом целый час ждали, когда приедет жених с невестой. Это они таким образом потом, как выяснилось, подстраховались. Они нам объяснили, есть любители опаздывать. Поэтому, если бы мы пригласили на час раньше, зная, что сами приедем на час позже, к тому времени, как мы бы приехали в ресторан, в зале еще не было бы людей. А так они приехали, и народу уже полный зал. По крайней мере, было кому их встретить. Вот в самом деле могло бы получиться так. Люди же любят опаздывать. Ну, а что спешить? Сейчас там пока все соберутся, пока все усядутся. Ну, по сути, так и есть. Но если бы все пришли вовремя, все было бы нормально. Приехали в ресторан, зашли, а там уже, ну, практически вся компания была в сборе. Не успели зайти в зал, поздравить Артема с днем рождения. Как Самвилл тут же начал про свой мурнет. Ой, боже мой, боже мой, как же он уже с ним задолбал. Ну, одно и то же, и ведь не надоедает же ему. Он лезет с этим мурнетом ко всем. И к тем, с кем играет, неважно, что за человек перед ним. Обязательно он начинает вот с этой пошлости. А уж к тем, которые пишут ему комментарии, и ведь скажите-ка на милость. Набралась у него там такая аудитория, которая с удовольствием играет с ним в эти игры. Играют или не играют. Честно, я уже даже не знаю, что и думать, и предполагать по этому поводу. Прям активно мужчины. Пф, да, я готов. Ну, давай. Когда, куда, как, сколько заплатишь. Вот какие-то вот такого рода разговоры постоянно ведутся. Я сейчас конкретно про мужчин говорю. Это он же только с ними вот так кокетничает. Женщина, он ничего подобного не предлагает. Только, исключительно мужчина. Недавно у него был стрим. Подключился мужчина, который сказал, ой, это же ко мне, извиняюсь. Он так и сказал. Когда Самвел говорит, я буду с Ва... Или Вася сказал, я буду играть с Самвелом, мы с ним пара. Ну, этот мужчина сказал, фу, что это? И говорит, ну вот если вы выходите на улицу и видите, там лежит какая-то какашка. Вы же, говорит, обходите так, чтобы не испачкаться. Ну, и все. И тут Самвела понесло. Кто какашка? Какая какашка? Это еще... Вы о чем? А, вот о чем вы. В общем, испортили Самвелу вечер. Конечно, играть с этим мужчиной он не стал. Вообще вся компания распалась. Алла его единственная, кто поддержала. Сказала, да, такой мужик. Вот он, конечно, умный, но такой противный. Прям насчет этого прицепился. А у Самвела такое было хорошее настроение. Он вообще приятно провел вечер. И был в таком добром расположении духа. А тут назвали вещи своими именами еще вот так вот, не стесняясь. Прямо ему в глаза. Какашка и все на этом. Не поддержали. Представляете? Вот если бы этот мужчина стал с ним кокетничать и как-то поддерживать эту тему, Ну, тогда, конечно, был бы совсем другой разговор. А так отключился еще долго. Вонял. Будь здоров. Ой, вот он. Такие. Фу-фу. В общем, очень быстро закруглился. Закончил стрим. Ну, настроение испортили. Все. Ему уже было ни до чего. Ну, хотя бы кто-то сказал правду. А то, знаете, ну все как с ума сошли. Реагирует так, будто все это в порядке вещей. Вот реально пройдет еще немного времени и с этой дебильной толерантностью. Вот в данном случае я не могу выразиться по-другому. В самом деле все это будет восприниматься как норма. Вот почаще бы попадались люди с негативной реакцией на это. И было бы гораздо лучше. У Самвела уже теряется грань между реальностью, виртуальностью. Он поначалу хоть как-то стеснялся, а теперь совсем распоясался. Помните, когда он приехал к Игорю или Карине на день рождения? Я вот уже, честно говоря, запуталась. Вот в Киеве же не так давно было. И пришел там мужчина, Игорь, с женой пришел. И Самвел говорит, ой, ну все, мы теперь с вами споемся. Он от этого мужика, он от него не отлипал. Все, бегал за ним хвостом. Ой, вы котов еще любите? Ну так вообще, чуть ли не сам Бог велел. Вот так вот просто, без всякого стыда, без всякой совести, при жене, которая находится там же. И он вот такие вот речи похабные вел. А вот по поводу Коленьки, я обратила внимание, как он жмется то к Карине, то к Свете. Света его даже обняла, уж целовала-целовала. И он с таким удовольствием прильнул к ней и принимал все эти поцелуи. Ой, надо прям сразу сделать оговорочку. Люди смотрят разные, надо объяснить, что я имею в виду, иначе ж такое может начаться. Хотя она может начаться, даже если и объяснишь. Иногда читаешь комментарии, удивляешься, ну чем люди слушают. Ведь, ну, конкретно объясняешь. Я сейчас не про то, что у Коли отношения с Кариной или со Светой нет. Я этого не знаю, и я совсем не, я даже не намекаю на это. Я о другом. Я о том, что Коля любит находиться в обществе женщин. Если Самвел всегда старается унизить, высмеять, Коля, наоборот, ведет себя учтиво, временами галантно. Вот Карине, например, подарил букет цветов. Он подумал о том, чтобы сделать женщине приятно. Самвелу такая мысль в голову даже не пришла. А вот Коленьке пришла, и это даже любопытно. Кто знает, кто знает, может быть, сейчас, когда вот где-то как-то на расстоянии дело сдвинется с мертвой точки. Конечно, Коля очень сильно связан, буквально там по рукам и ногам. Но сегодня так, а завтра, возможно, ситуация изменится, и он как-то обретет эту финансовую стабильность, которая позволит ему пойти дальше уже совсем другим путем. Ну, там, чем черт не шутит в самом деле, кто знает. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!